Привет, друзья! Вы на канале Сиршафта и сегодня у меня будет видосик, посвященный моему компьютеру. Недавно, как вы знаете, я купил себе i9-9900K и на него поставил вот такую башню охлаждения Dark Rock 4. И, насколько вы знаете, эта башня, то есть вентилятор на ней, немного перекрывает первый слот, то есть первый слот отрезан. А так как у меня корпус не позволяет сделать вентилятор перенести выше, чтобы закрыть крышку, поэтому первый слот у меня просто отрезан. И какое же решение было сделано? Я поразмыслил головой, взял рулеточку, замерил расстояние, которое мне необходимо. И что вы думаете, я сделал? Правильно. Я пошел в интернет-магазин и начал искать, на что поменять. На что поменять, у меня, в принципе, вариантов было не так много. Мне нужно обязательно, чтобы это был 4-пиновый коннектор и вентилятор меньшего размера. Я остановился на бигбит. 2000 оборотов, 120 мм. Тот вентилятор, который стоит внутри сейчас, ну сейчас мы откроем, я покажу. Он 135, то есть практически 140 мм, и поэтому он не позволяет крышку закрыть. Вот сейчас я, в принципе, уже начал все разбирать, начал это все устанавливать, потом думаю, блин, запишу видос, потому что по этой теме очень много было вопросов именно вот при установке DarkRock 4. Собственно, заказал в онлайн-трейде, он мне обошелся в 700 рублей. У них самый офигенский ценник, кстати, ребят, вот мониторинг несколько магазинов. Я беру там, допустим, ну что у нас тут доступно, ближайший там, DNS, да вот их, грубо, сравнил и в маркете, в билду посмотрел, сколько там это все может стоить, и все. И ценник здесь был дешевле всех. И опять же, 3 года гарантии. Потом я взял вот такую вот пасту MX4. MX4 на 4 грамма у меня получилась она по цене 590 рублей. Блин, 590 рублей за 4-граммовый шприц, я думаю, что это очень достойно. То есть пасту можете оценить, я близко распаковывать сегодня не буду, как обычно там на стол, туда-сюда. Сегодня видос немного не про это, а в принципе так все можно посмотреть. Ну, упаковка у них всех одинаковая, этих кулеров, вентиляторов вернее, да. Здесь у них даже на коробочке написано, что вот 3 года гарантии. Так что сейчас будем все ставить, будем пробовать. Я сейчас покажу вам, как стоит оперативка там, как стоит кулер, этот вентилятор, как намазать пасту, то есть кому интересно, давайте приступим. А, еще секунду, сегодня, кстати, в закупе было, но это уже на следующий видос, такой автопчик у нас сделаю. Я купил термопрокладки, разной толщины, 0,5, 1, 1,5. И в ближайшее время буду менять термопрокладки на моей видюхе 1080 Taurus, гигабайтовский. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, нажимайте колокольчик. И вот теперь поехали собирать и проверять, что там у нас есть. А перед началом ролика, друзья, хотел бы вам рассказать еще про карты одного замечательного банка. Здесь вы также найдете карты как кредитные, то есть карта позволяет вам пользоваться деньгами 50 тысяч в месяц, 100 дней без процентов. Можно оформить до 500 тысяч рублей. Либо, допустим, карта с кэшбэком, тоже кредитная, по которой вы можете также брать и деньги, и также получать еще кэшбэк до 10%. Если вы не планируете оформлять кредитную карту, то вы можете просто оформить карту обычную, дебетовую. Соответственно, по ней нельзя никак залезть просто в долги. И вы просто можете переводить на нее, допустим, свою зарплату. И получать, соответственно, 2% кэшбэка со всех покупок. Также оформить очень прикольную карту для любителей World of Tanks, по которой можете получать кэшбэком просто золото. И, соответственно, месяц према бесплатно, и можете катать в танках в полное удовольствие. Все условия можете также посмотреть, пройдя по моим ссылочкам в описании. А как же вы скажете оформить такую карту? Да очень просто. По ссылочкам в описании переходите на сайт банка, нажимаете «Заказать сейчас». Для этого вам нужен всего лишь только паспорт. Нажимаете «Заказать карту», выводите свою фамилию, имя, отчество, мобильный телефон, электронную почту. Нажимаете «Продолжить». И считайте, карту у вас уже в кармане, очень большой процент одобрения, очень большой хороший банк. Все, поехали дальше. Ссылочки все оставил в описании, переходите, пользуйтесь. Итак, друзья, что мы имеем? Вот у меня вот такой стоит Dark Rock 4. Это вы уже видели. Кто не видел видос, проходите по ссылочкам в описании и проверяйте. В комплекте у него шли вот такие вот скобы, то есть две скобы на вентилятор, который непосредственно был в комплекте, и две запасные, ну, на второй вентилятор. То есть смотрите, что получается. Крышка, видите, я сейчас уже там сделал так, как будто бы я в первый слот уже память вставил. И что мы видим? Мы видим, что крышка, она, видите, с вентилятором не закрывается. То есть у кого высота будет плюс там еще сантиметр, грубо, то вы крышку закроете спокойно. Так что не переживайте, вам можно даже не докупать никаких кулеров. То есть мы открываем крышечку. Я уже все открутил. Вот. Дальше что мы видим? У меня сейчас стоит кулер, он еще ничем не закреплен. То есть это штатный, соответственно, он будет вот так вот крепиться. Здесь вот есть такие резиночки. Вот этот разъемчик туда. На материнке у меня, кстати, два разъема под процессор. Есть процессор один, есть процессор два. И видите, он не убирается. А память мы видим, что стоит сейчас в первом слоте. Если я, допустим, память переставляю во второй слот, то у меня все спокойненько закрывается. А что я сделал? То есть я взял вентилятор поменьше. Опять же, размеры, которые штатные, смотрите, чтобы вам не думалось. 135 миллиметров. То есть хоть так, хоть так он одинаковый. 135, там 136 где-то. Я что сейчас сделаю? Я вот этот кулер поставлю назад, вот сюда вот. Он мне здесь спокойненько, там ничего не мешает. Он у меня здесь убирается. То есть прямо запад лицо, ну даже ниже, чем он будет. А на переднюю часть я поставлю кулер, который я сегодня, в принципе, купил. Давайте такую небольшую распаковку, что у него в комплекте, чтобы было понятно. Здесь только что идут болты крепления. Болтик крепления вот такого плана. Это как бы считаются корпусные вентиляторы. Все, в коробочке больше ничего нет. Довольно-таки длинный провод, кстати. Так как у него 4-пиновый кабель, то можно будет его поставить и на процессор. Что я сейчас и сделаю. То есть опять же, смотрите, сейчас у меня стоит также одна линейка памяти. Память стоит вот такая вот. Fury Hyper. И здесь у нее есть вот обозначение. Можете посмотреть, сколько она там гигов, не гигов. И ее характеристики забив просто в интернете. Я скажу, что я ее выставляю на фикс по частоте 2666. В принципе, больше не требуется. И планка на 16 гигов. То есть всего у меня получается памяти 32. То есть у меня две. Одна стоит там. Вон там, видите, внизу. А эта здесь. То есть все. Память у меня теперь в первом слоте. Эта память, соответственно, будет в четвертом, в третьем слоте, чтобы они работали. По канальной. И смотрите, что выходит. То есть этот кулер, вот сейчас прямо стоит на памяти. Здесь еще есть хороший зазор. То есть я могу, в принципе, кулер даже приподнять вот сюда. Блин, вот чтобы вам было понятно, сколько там места, да? То есть вдруг у кого-то память выше. Я вам сейчас померяю, сколько расстояния от края, получается, кулера и до... Здесь у меня получится, конечно. До разъема 4 сантиметра, получается. То есть смотрите, получается от вот этого разъема, от начала, до верха, до кулера, получается 4 сантиметра. Блин, ну неплохой размер. То есть можно вставить довольно-таки высокую память. А у меня, получается, над этим кулером, над моей памятью, сейчас будет в районе сантиметра где-то. То есть здесь уже, видите, пыль. Немного сменил ракурс, чтобы вам было видно. То есть грубо вот мы ставим кулер. Здесь я выгоняю заподлицо вот с этим. То есть максимальная высота у меня, получается, по этим зазор где-то 1 миллиметр примерно до крышки. И смотрим высоту, которая у нас до памяти. Собственно, от кулера до моей памяти сейчас где-то сантиметр. А всего расстояние от разъема на материнке памяти, да, вот этой оперативки, до низа вентилятора 4 сантиметра. Так, какие действия дальше? Дальше я снимаю сейчас башню. Наношу пасту MX4. Устанавливаю память. Память, кстати, можно поставить туда вот эту часть, которая не достает. Откручиваю охлаждение. Теперь просто поднимаю и все. Снимаем планку, чтобы она не упала. Эта паста у меня, которую я уже перенаносил, это паста из комплекта. Не знаю, по мне, но она вроде чуть-чуть даже холоднее. Дальше очищаем с процессора пасту. Я для этого беру обычные диски. Тут у меня из комплекта осталась салфеточка, я сейчас ей протру камень. Потом протираю вот эту поверхность. Дальше открываем пасту, наносим. Она у меня сейчас запечатана. 2019 какая-то свежая линейка у них. Ну, то есть паста должна храниться в темноте, сами понимаете. То есть она не должна ее прогревать кто-то и не должно светить солнце. Так как ультрафиолет, он много чего разрушает. Все, здесь в принципе в комплекте только паста. Больше ничего нет, никакой лопаточки, нифига. Позаимствуем здесь лопаточку для нанесения. На Эверкуле, допустим, здесь нет никакой градации. Приходится вот так вот отдирать картинку, чтобы было видно, сколько здесь остаток. А здесь ее всего 3 грамма. А здесь 4 грамма. И здесь есть вот такие вот удобные точки, по которым все это видно. Все, сейчас наносим пасту. Вот такой плюсик поставим. И этот плюсик я сейчас лопаточкой разнесу. Паста довольно-таки такая густая. То есть в принципе у вас должен получиться такой равномерный слой. Дальше берем нашу башню. Вставляем сюда вот такую пластинку. Она вставляется в одном положении, то есть ее по-другому просто не вставите. И устанавливаем его на место. Так, дальше берем болтики и закручиваем. Ну, закручивать, соответственно, нужно равномерно. То есть чуть с одной стороны. Вот там закрученная. И уже дотягиваю потом остатки с этой стороны. Все. Башня у нас стоит на месте. Теперь нам на нее нужно будет поставить два кулера. Может быть, кстати, на корпусе не пригодится вот этот вентилятор, который у меня задний стоит. Но там посмотрим. А по факту у меня еще два вентилятора спереди. И все. Вот эти, которые у меня сверху были, я их вообще снял. Они там вообще ни к чему не нужны. Дальше берем наш новый кулер. У меня один разъем для кулера с этой стороны. А второй разъем для кулера с другой стороны, для второго. То есть и надо понять так, как вам поставить. Чтобы вы поставили, и у вас сильно провода не болтались. То есть я-то буду делать именно вот так. Вот так вот я себя сделаю, и у меня вот оттуда не хватит. Ну или снимать его будет неудобно. В таком положении все спокойненько установится. Беру скрепочки. Скрепочки, кстати, подходят мне на 120. То есть примерно выставляю, как мне нужно. Так, так вот не за эти, а за эти получается. Так, а дальше, поняв, что в принципе центра-то нормальная, но высота-то здесь другая, я столкнулся с тем, что мне не хватает этих скрепок. То есть видите, центра здесь, они находятся посередине. То есть у меня должны быть центра посередине. Стяжек у меня не было, но были скрепки вот такие вот. Поэтому я сейчас все посажу на них. Потом как-нибудь, возможно, и переделаю. Все, собственно, все стоит на месте. Ну, соответственно, скрепки лучше взять черные, если вы их скрепками делаете. По фэншую тогда получится. Так, здесь вставляем кулер. Так, кулер раз. Ставлю второй кулер. Потом все это запускаю и тыщу. То есть память, видите, стоит под ним. Она, в принципе, никуда не держится. Кулер держится туго. Сейчас запустим, все проверим. Все, собственно, второй кулер тоже поставил. Блин, ну я боюсь сейчас, чтобы подключить вентилятор. Да, ребят, придется снять видюху. Очень неудобно сделано. К этой башне доступ, конечно, безбашенный. Благо видюха снимается не так тяжело. Красивая, блин, огонь. Хочу поменять вот эти вот прокладочки все, которые здесь есть. Но это будет уже в следующих сериях. Пока поменял на ней, только разбирал термопасту. Так, и сейчас мне нужно воткнуть. Повернем и включим его вон туда. Дальше вставляю видеокарту. Затягиваю ее винтами. Блин, а собственно, что, у нас паста поменена. Кулера теперь два. То есть, по идее, должно быть еще холоднее. Как бы. Дальше закрываем все крышкой. Видите, там зазор небольшой, в районе где-то миллиметра. Все, в принципе, дальше затягиваю всю крышку болтиками. Сейчас подключу, покажу, как все работает, как получилось или не получилось. Кулер, напомню, дополнительный стоял вот такой. Так, кулер я правильно поставил? Это туда, это туда. Так, все так. Ставим к компьютеру, подключаем и запускаем. Ну, так, дальше запускаем программку. Давайте запустим CoreTemp. И запустим AIDA. И включаем датчики, чтобы насморить температуру. И сервис тест стабильности. Открываем наш тест. Так, я надеюсь, все будет видно. Но если где-то какие-то моменты будут, я, наверное, чуть, может, приближу. Давайте смотреть, что происходит. Ну, сейчас простое. Температура процессора получается 34 градуса. Давайте запустим тест, посмотрим, что будет происходить. Сейчас он чуть поработает. И я вам включу уже финал. Там, допустим, после минуты 3-5, наверное, где-то вот так вот. Вот, в принципе, температура уже стабилизировалась. Выше она не поднимается. То есть она входит в районе 86-87 градусов. До этого я еще пару скринчиков сделаю. Была температура 92. Сейчас я еще остановлю и попробую сделать более мощный стресс. После тока стресса останавливаем. Температура, соответственно, падает. Мы видим процессор 43 градуса. Системная плата 40. Сейчас мы запустим стресс еще памяти и ведюки. То есть самый мощный стресс-тест, которого реально в жизни не бывает. И из опыта вам скажу, что при таких настройках, как я вот до этого сейчас сделал, 92 градуса на стрессе, в играх у меня процессор максимум поднимался 72-73 где-то, а видеокарта в районе там 74, но это самый уже предел. Так 73-72 где-то вот в этом районе. Так, давайте запускаем стресс и проверяем, что будет сейчас. Но при этом, опять же, один вентилятор можно и не ставить. Энергию потребляет всего лишь 130 и работает в 4,7 на автомате. То есть в 5 Гц он в стресс-тесте не работает. По ядрам видно, что некоторые ядра там, второе там 90 градусов уже, и, соответственно, средняя температура мы видим, что 83. То есть средняя он считает. И опять же, надо еще поиграться в настройках. Здесь на материнской плате есть настройки самих вентиляторов. Можно будет настроить их, чтобы они включались там на максимум при стольки-то градусах, или при такой-то нагрузке. Итак, друзья, в принципе, вот при полной нагрузке, что мы видим? То есть прошло 5 минут, температура сейчас стабилизировалась, держится в районе 97-98 градусов, и, в принципе, выше не идет. Ну, таких нагрузок у меня совсем нет на компе. Даже в режиме рендеринга там таких нагрузок не бывает. Видюха сейчас работает 73 градуса при стрессах, ну, что я и говорил. Пока я термопасту не поменял, она прогревалась до 80 градусов. А поменял термопасту, и она стала греться 70-73, в принципе, вполне рабочей температуры. Ну, системная плата и диод, этот Северный мост, 52 градуса. В дальнейшем мы можем, вот опять же, поиграться настройками и выставить те характеристики, которые нам нужны. Вот и все. Так, останавливаем стресс. Дальше жарить не вижу смысла. В принципе, вот они 97, тут где-то 99, он поднимается, но опять 97 падает. То есть, вот в этом режиме он уже все. Это максимальный, здесь дальше просто стресс уже там, ну, смысла не вижу дальше делать. Все, ставим стоп. Все, у нас температура процесса тут же сразу моментально 53-58. И, соответственно, сейчас все остальное тоже охладится. Вот такие вот сегодня были тесты, но на самом деле, смотрите, то есть он ушел, но в троттлинг он не уходит. То есть, здесь все работает четко, никаких снижений по температурам или что-то такого не наблюдается. Итак, друзья, на этом у меня на сегодня все. Кому было полезно, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. И этим видосом я вам показал, что даже с этой башней, в принципе, реально будет использовать все четыре слота оперативной памяти, которые есть у вас на плате. И, в принципе, можно поставить высоту оперативку до 4 сантиметров. Это с кулером 120 миллиметров. А также там еще есть кулеры 90, потому что, на самом деле, радиатор же находится не на всю ширину до процессора, да, а он находится чуть выше, то есть он на ножках. И нам, по факту, нужно охлаждать именно вот это место. Так что всем спасибо за просмотр. Ссылочки все оставлю в описании. Ссылочку на этот кулер также оставлю в описании. Всем пока. Итак, друзья, на этом еще не все. Нет, я еще не закончил. И мне такой результат совсем не устроил. Совсем не устроил. И я продолжил. То есть, в принципе, что я сейчас сделал, я уже сижу, тестирую. Программа у меня стресса запущена уже 12 минут. Вот этот кулер, который родной, с драк-рока, который я ставил на обратную сторону, я его снял совсем. То есть, в принципе, он там не нужен, без него работать лучше. Потому что система продува начинает работать неправильно. То есть, три вентилятора подряд, это хреново. Так что я его снял. И сейчас покажу, что там в итоге получилось. Сейчас мы посмотрим тесты и посмотрите результат. Были вопросы, кстати, не жарко ли в 30-градусную жару сидеть на кожаном кресле. Это аэрокул. Жарко, поэтому я накинул накидочку. И сижу с накидочкой. И еще момент. Сейчас вот опять же говорю, тесты провожу. Кондиционер не включен. И дома сейчас где-то в районе 29-30 градусов. То есть, ну, довольно-таки жарко. А последний раз я тесты делал. Как только поставил, дома было всего лишь 24. То есть, плюс 6 градусов и разница большая. Обдува чуть не хватает. Ну, давайте посмотрим на экраны. Посмотрим, что там по тестам. И сами уже решите, нужно вам это или нет. И при этом у меня сейчас все четыре слота памяти рабочие. То есть, я сейчас думаю, для рендеринга нужно будет докупить еще 32 гига. Потому что 32 гига беру с виртуалки. А это как бы замедляет немного процессы. И поэтому оперативочки надо будет добавить. Не меняя корпус и не меняя башню. Все, погнали на компьютер. Посмотрим, какие там результаты по охлаждению. Так, ребят, вот комп. Стресс у меня запущен сейчас на трех только. И сейчас я еще включу с GPU и попробуем все вместе. То есть, стрессом memory, стрессом GPU. Но я посмотрел по фоткам, у меня температура была намного выше, когда было с другим сетапом, скажем так, с другим кулером. То есть, что в итоге получаем? Стресс идет 14 минут. Температура, видите, сначала была больше. Потом включилось охлаждение на видюхе и стало холоднее. Но я так понял, вот с этим связано было. И сейчас держится в районе 71-77. То есть, здесь можно видеть, что сейчас вообще процессор 70 градусов. Троттлинга нет. То есть, 0%. Все идеально. Частота у него сейчас 3.6, 4.7, 4.7. То есть, на стрессах он вот так вот работает, вырабатывает. Пожирает он сейчас до 136 где-то ватт. То есть, в принципе, очень офигенский результат. Я еще немного, кстати, подрегулировал через материнскую плату вот эти самые частоты процессоров. Давайте теперь еще остановим и запустим стресс-тест непосредственно с memory и с стрессом GPU. То есть, блин, стресс на самом деле офигенский. Реально таких нагрузок нет. Но вот видите, как быстро все охлаждается. Ну и соответственно компьютер начинает работать намного тише. Так, запускаем стресс-мемори и стресс ГПУ. И пробуем, смотрим, что у нас выходит в итоге. Ну, я думаю, пару-тройку минут будет достаточно. И сейчас я, в общем, немного погоняю и врежу вам уже концовочку. Итак, друзья, вот гоняю, в общем, 5 минут на полном стрессе. В итоге центральный процессор 81 градус. То есть, сначала было побольше, то есть, где-то доходило там даже до 90. Вот 89 там максимально было замечено. А потом ушло вот так вот уже в среднюю. То есть, когда все кулеры включились, как они у меня запрограммированы на свою мощность, температура стала вот в районе вот 88, 80, 85, 86. В принципе, вот такие вот результаты. Меня они вполне устраивают процессор. Вот здесь скорость можете посмотреть. Но здесь не актуально указано вот это. Вот это шасси, это по факту вентилятор процессора. То есть, как-то вот так, потому что он до 2000 оборотов, один единственный, остальные все скорость ниже. И, соответственно, графика. Графика тоже сейчас после замены термопасты на самом чипе выше 73-72 градусов в стрессе даже не поднимается. Итак, друзья, на этом стрессы закончены. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте обязательно лайки или дизлайки на ваше усмотрение. Оставляйте ваши комментарии под видео. Если какие-то остались вопросы, задавайте. Все ссылочки полезные, как всегда, где? В описании. Все, давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok